Пятнадцатая глава Четвертой книги царств И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня своей смерти и жил в отдельном доме. А Иофам, ци сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочие об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иофам, сын его, вместо него. В тридцать восьмой год Азарии царя иудейского воцарился Захария, сын Иероваама, над Израилем в Самарии. И царствовал шесть месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иероваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Селлум, сын Иовиса, и поразил его перед народом и убил его, и воцарился вместо него. Прочие о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иеую, сказав, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым. И сбылось так. Селлум, сын Иовиса, воцарился в тридцать девятый год Азарии, сына царя иудейского, и царствовал один месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия из Ферцы, и пришел в Самарию, и поразил Селлума, сына Иовисова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочие о Селлуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим Тепсах и всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Ферцы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В тридцать девятом году Азарии из царя иудейского воцарился Минаим, сын Гадия над Израилем, и царствовал десять лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иерваама, сына Навата, который ввел Израиле в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по пятидесяти сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь Ассирийский и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В пятидесятый год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал он два года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иерваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой пятьдесят человек гала-дитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочие о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В пятьдесят второй год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал двадцать лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иерваама, сына Навата, который ввел Израиля в грех. Во дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафел-Ласар, царь ассирийский, и взял и он Абел-Беф-Мааха, и Ианох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, и всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалии, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в двадцатый год Иоафама, сына Озии. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалии, царя Израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. Двадцати лет, двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах, он построил верхние ворота при доме Господнем, прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Ремалии. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида отца его, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него.